Карантин и другие вынужденные ограничения свобод, введенные из-за пандемии коронавируса, разделил россиян на два лагеря – самоизолянтов и скептиков. Недомолвки и опасения вызывают всплеск фейков и слухов, подчас даже абсурдных. В России свыше 21 тысячи заболевших, только за прошедшие сутки их число увеличилось почти на 3 тысячи человек. Умерло 170. Но, видимо, катастрофические цифры по миру не смущают жителей других стран и посредством видеообращения не стараются доказать, что это не что иное, как просто фейк. Увидев эту лживую новость в просторах интернета, наши земляки, живущие в Европе, отсняли и показали людям реальную картину дел, чтобы заранее предостеречь их от неправильных выводов и исходящих из них последствий. Есть отдельные больницы государственные, где содержатся больные коронавирусом. Но меня туда не пустят и никого туда не пустят, если вы не заболели, еще что-то. Вас туда просто не пустят. Тем более, вас не пустят в крематоре, чтобы вы там снимали какие-то трупы, видео с трупами. Вы о чем говорите? Центр Ургенциас Атенсион Примария написано. Это значит, что это центр по первой помощи, оказание первой помощи. Никакая это не больница. Это обыкновенная амбулатория. Амбулатория называется. Но можно сказать, что это больница. Если я захочу поймать хайп, то можно ее назвать больницей. Пустой, якобы люди обманывают или еще что-то. Это умники бегают по Севии, там какой-то по Барселоне. И людей вводят в заблуждение, что якобы нет больных, что якобы больницы пустые. Никаких больниц пустых нету. Они снимают обыкновенные поликлиники и обманывают людей. Улицы пустые. Вот люди ходят в масках, тот, кто ходит. Вот. Есть карантин, есть определенные правила. Я тоже хожу в маске. Вот. И не надо тут людей вводить в заблуждение. В Ингушетии, как и по всей стране, успели сформироваться два лагеря. В одном из них все уверены в страшных последствиях ковид-19 для человечества. В благе самоизоляции и карантина. В другом в том, что никакого коронавируса нет. Или же пишут, что эта эпидемия не страшнее сезонного гриппа. Те, кто выкладывают такую лживую информацию, являются подлецами, связанными с медициной в республике. Делают они только по той причине, чтобы им подняли денежные оклады. Они сами же выкладывают лживую информацию. Сами же снимают ролики, где в палате лежат типа зараженные ингушские врачи и простые люди. В действительности же никакого коронавируса нет. Есть только немного сильная форма простуды, которая была во все времена. Один заболел и сразу все заболели. Даже кто с больной ногой или зубом пойдет в больницу, сразу скажут коронавирус, потому что им это выгодно. Где там больные лежат? Все на своих ногах. Не надо людей за дураков держать. Так он любой лозер, ли ацар, вирус, да и аужу. Сон, грипп, да. Вроде пока обычно из моих родственников многие сейчас болеют. Обычные простуды. Сходы к астардуц вирус. Но есть и те, кто уже заболел коронавирусом и призывают жителей республики к здравому смыслу. Ассаламу алейкум, вежри и жри. Решил пока вернуться, ибо обстоятельства вынуждает. У меня коронавирус. Предъявить труп не готов, даже если это единственный способ убедить скептиков. Просто расскажу о течении болезни. Сдали тесты с супругой у обоих положительное. Повторные тесты подтвердили. Вторую неделю лечусь. Антивирусные, антибиотики, отхаркивающие. Днем 38 и ломота во всем теле. Ночью 39 и кошмары. Сбиваю парацетамолом. Болела голова, болели глаза. Сейчас почти перестали. К концу первой недели добавился кашель. Под конец еще сыпь пошла. Возможно, аллергия на какое-то лекарство. Для госпитализации оснований нет, так как у меня легкая форма. Возможно, коронавирус действительно не существует. Это заговор рептилоидов. Но какая-то отвратительная зараза точно есть. Врачи всего мира призывают людей оставаться дома и не дать возможности этой болезни распространиться в больших масштабах. Но, как показывает практика, некоторые люди спокойно выходят на улицу без маски и пренебрегают всеми правилами безопасности. Именно к таким и обращается наш земляк – известный врач из бельгийского агента, доктор Мурат Султыгов. Он дал свои разъяснения по поводу распространения коронавируса и защиты от него. Я хотел бы вам дать короткую информацию касательно коронавируса. В первую очередь для тех людей, кто как-то сомневается. Пожалуйста, не сомневайтесь в существовании коронавируса и смертности насчет коронавируса. Я только что специально для вас отпринтовал здесь информацию. Пожалуйста, подведите камеру поближе. Вот первое – это доказанное количество коронавируса – это 28 тысяч. Первая цифра. И смертность на сегодняшний день – 3300. Это получается в районе 11 процентов смертности от всех заболевших. Во всем мире смертность колеблется от 6 до 12,5 процентов. Согласитесь, даже если это будет 10 процентов, каждый десяток, который заразился, умирает – это очень высокий процент. Я вас очень прошу, соблюдайте. Пожалуйста, соблюдайте карантин просто для самого себя. Если кто-то выходит на улицу, в больницу, за лекарствами или за едой, один человек, надевайте маску, надевайте перчатки. Да, вот есть у вас в доме есть человек, кто заболел простудой и никто не придет. Конечно, надо мы каждую простуду проверять на коронавирус. Когда нам можно узнать, насколько это серьезно, когда вы можете сказать – да, это серьезно, этому человеку пора ложить в больницу. Во-первых, если у вас есть, конечно, такой аппарат или вы можете его достать или занять у кого-то там, было бы очень неплохо. Это аппарат, который имеет кислород крови. Если у человека кислород крови ниже 90, видите, здесь 97 процентов. Если он будет ниже 90, то визите его в больницу. Пожалуйста, берегите друг друга. Спокойствие и терпение – это именно то, что сейчас необходимо нашему народу. В этот непростой период религиозные деятели республики призывают население беречь себя и воздержаться от всяких негативных комментариев. Сентр-ди Лазар и Алча, аланнахи китсмыш дуал дед. Юа гыжу адсара сакегий дых чаж дали еёккен бут цели бий ла хо дар у ха ихи дай еттыч. Сахат у алицюд, юал, ишты, хад булы ж дышаан из лазар, бокалы дэхэй дул, аден, дэхэй дуларагы калхардалар дышанёх, тхорпейгмар асхабы ж яхаттис, декек чар яхатис, аланнах яхатис, тыхан аланнахи Наши земли. Наши земляки со всего мира призывают жителей Ингушетии оставаться дома и не давать шансов всяким сомнениям преобладать над здравым смыслом. Многие граждане в основе в Вежирии, на республике, в Америке, в Которе, в Вежирии, в Вежирии, в Вежирии шуага, лорлы аллы тохуус карантинеды, шикер ахкердиян тужей карантинеда. Карантин в ужистача атижи, шинкер ахкы ипреглиттяя ерд, чоатиша бух болжи, удыез дейон. Сагайшин дейцихууш, Сайулычханны митчыханны кердиялыч, шикердиялыч маркэя, хакушедал цынз цадцуг муаттышки. Северный аэропорт, Шимули, Звезды, Городыш, Пустый, Еси Добрый день, меня зовут Залина Цицкива, я проживаю в Республике Казахстан, работаю журналистом. По последним данным, на территории Казахстана зарегистрировано 952 случаев, заболевших коронавирусом. Благо, жесткие карантинные меры дали свои результаты, но так как пик еще не пройден, режим чрезвычайного положения будет продлен до конца апреля. COVID-19 несла существенные коррективы в жизнь всего мира, но не остановила ее. И наша с вами задача серьезно отнестись к этой проблеме и соблюдать все меры безопасности. Берегите себя, берегите своих близких и тех, кто просто сейчас может оказаться рядом с вами. Не выходите на улицу без особой необходимости, ведь то, как мы сейчас с вами отнесемся к этой проблеме, зависит будущее каждого из нас. В ближайшее время все это закончится и мы перейдем в прежний ритм жизни. Просто проявите немножечко терпения. И я, и другие наши соотечественники, убежденные в том, что говорят, абсолютно с друг с другом не связаны, никакими интересами, кроме как, как бы пафосно это ни звучало, любовью к своей родине и к своим людям, писали на страницах своих аккаутов, что надо предпринимать меры против этой пандемии. Это новый вид вируса COVID-19. Он очень заразительный. Высокая смертность у него. Особенно опасно он для стариков. Именно тех людей, которые у нас традиционно всегда любили и уважали. Я вас очень прошу, хамсыр мякхой, лорби, шай лорди, шай цахр борж лорби, бах кинах лорби, бей нах лорби. Да, я знаю, много есть вопросов, на которых нет ответов. Критическое мышление никто не отменял. Это даже приветствуется. Также у меня есть обращение к тем людям отсюда в Европе, которые живут нашим соотечественникам, которые безлико делают аудио- и видеообращения на родину, вводя наших людей в заблуждение. Сознательно вы делаете, несознательно. Пожалуйста, не делайте этих вещей. Если мы что-то не видим, это не означает, что это не происходит. Да, среди наших соотечественников есть больные. У нас считают, что это какая-то позорная болезнь. Нет, конечно. И поэтому многие скрывают, чтобы о них не было разговоров. Здесь уже умершие среди нас долги, штулцы. Поэтому не верьте этим людям. Я обращаюсь к вам. Я очень вас прошу. Я понимаю, что есть много вопросов. Я понимаю, что очень много есть проблем. Но поверьте мне, у нас их здесь не меньше. Поэтому, ну, высшая человеческая жизнь, дороже ничего нет. Поэтому еще раз прошу вас, лордейшая. Дал, могу жмярше, дахло, 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 дахло. Ковид-19 давно не повод для иронии. Он наш общий враг, который бьет по самым родным. Отцами, матерям, бабушкам и дедушкам. Их жизни и здоровье сегодня зависят от нашей сознательности. Уж в этом, наверное, ни у кого нет сомнений. Берегите себя и своих близких.